Ола Помодорес, привет всем любителям качественного табака! Сегодня у нас на обзоре вот такая небольшая витолка от Ромео и Хульетта или Джульетта. Кому как нравится, кому как благозвучнее. Номер два. Ромео номер два, вот ее домик в тубе. Совсем небольшая сигарка, порядка 12 с половиной сантиметров в длину и это формат у нас ктик урона. Идеальное решение для всех тех, кто не располагает большим количеством времени. Курительная сессия порядка 30-35 минут. Ну и также ее, безусловно, советуют начинающим курителям сигар. Собственно, это не просто начальная куба, очень хорошая начальная куба. Сигара, зарекомендовавшая себя. Она доступна, доступна с точки зрения дистрибуции и с точки зрения цены. Соответственно, попробовать, не теряя особенно в твоих деньгах и посмотреть, вообще ваше это или нет. Стоит ли игра свеч? Идеальный вариант. Эту конкретную сигарку я хранил в комидоре порядка 3-3,5 лет. Предыстория очень простая. Эксперт, мой товарищ любитель именно кубы, фанат кубинских сигар говорит о том, что куба обязательно должна выдерживаться и, что называется, благородное старение только прибавит и очков. И вот тогда-то действительно никакие другие сигары не сравнятся с правильно выдержанной кубой. Выдерживал я ее на 69 классических процентов влажности. Ну и посмотрим, добавился ли какой-то новый нюанс вот этому, как я помню сейчас, вкусному, приятному, даже где-то женственному, цветочному спектру вкусовому. Так что не будем особо тут разглагольствовать и пора сервировать. Думаю, возможно, даже сегодня пробьем. Пробьем. Хоп. Да, все так довольно-таки аккуратно у нас получилось. Ну и подтяги. Ну, не типичная кубинская. Нет, конечно, есть элемент сопротивления. Ну, думаю, все не так и плохо. Да, совсем забыл про внешний вид. Ну, претензий особо нет. Вот здесь чувствуется какое-то уплотнение. Да, похоже, здесь слишком перекручено. Есть вены. Ну, то есть, это вот одна из тех причин, по которым куба последнее время меня не прищала. Ну, как бы претензий особо нет, но и какого-то лоска и шика в сравнении с действительно... Да даже не какими-то там супердорогими, фешенебельными экземплярами с Никарагуэ, Дундураса, но вот в целом куба проигрывала меня. Есть венки. Молочно-кофейный замечательный кубинский корохо. Это у нас покровник. Ну, посмотрим. Холодно видим. Очень нейтральный аромат. Что-то такое луговое, цветочное. Может быть, чуть-чуть немного кожи дубленой. Дубленый. Сырой. Да, в общем-то, и все. Да. Особо никакой сладости и цветов пока не ощущается. На срезе. Примерно все то же самое. Добавилось немножко соли. И все. Давайте сегодня по-кубински, раз уж мы вернулись к Кубе. Немножечко подождем. И будем постепенно сервировать. Ну и классическая щипа. Кедровая. Все у нас сегодня по классике. И так. Ммм. Начало. Симпатичное. Ореховое. Какие кедровые орешки приятные. Есть немного крема. Что-то такое поджаристое. Поджаренный хлеб. Пробивается. Цветочный аромат. Вообще ромео и кульетам. Известно. Этими своими флористическими букетами. В прямом смысле этого слова. Приятная нежная сладость. Такого медового характера. Немного сливок. Пока такое среднее начало. Приятное. Да, в общем-то даже женственное. Посмотрим, что будет на середине. Не имеет смысла останавливаться на 1-3. Увидимся. Мы возвращаемся. По прошествии четверти часа. Вот такая ситуация у нас. Горит. Неплохо. Не подправлял. Что касается тяги. Так же все в норме. В порядке вещей. Слегка затрудненное. Но. Все контролируемо. И по ароматам становится богаче, ярче палитры у нас. Орех теперь. Это стопроцентный прекрасный жареный миндаль. Что касается цветочности, могу определить ее как, знаете, такое приятное, что-то весеннее, такие ромашки. Какое-то чайное начало присутствует. Зеленый чай. Приятный оболакивающий дым. Она не сушит. Она действительно, вот что называется, интеллигентная сигара. Легко контролируется горение. Женственный начал присутствует. Действительно, недаром женщины не просто говорят, что она смотрится не вычурно и так деликатно. Она имеет такой же деликатный вкус. И эта цветочно-ореховая палитра с толикой сладости. В послевкусии. Это здорово. И действительно, как мне кажется, выдержка этой сигаре только на руках. Более яркий аромат. Более впечатляет. Я не скажу, что появилось что-то новое. Да, и нужна ли эта новизна. Дело в том, что и так все у нас сочетается. Баланс хороший. И в ретро-хейл только усиливается эта цветочная тематика и добавляется некая ваниль, какая-то медовость. Вообще, очень важно уметь правильно пользоваться ретро-назальным выдохом. Была у меня недавно дискуссия с своим товарищем, который начинает только, хотя уже многое себя скурил, и поражается. Как это так вы умудряетесь схватить какие-то вот эти нюансы, цветы? Вот я чувствую то, это и это. Здесь горьковато, здесь сладковато. Здесь кедр, орех, все. Никакой там особой, знаете, кожи или цветов, или отличить мелису от жасмина. Кстати, такое жасминовое сейчас пошло, между прочим. Сигарта развивается у нас. Так вот, он не просто не умеет пользоваться техникой ретро-назального выдоха. По-русски звучит как-то странно, но тем не менее, это действительно ретро-хейл. И без ретро-хейла вы не сможете уловить нюансы. Вот и все. Дело в том, что наши языковые рецепторы так устроены, что они выдают очень конкретную и, знаете, не обрамленную какими-то дополнительными характеристиками информацию. Нам дается точная характеристика. Кисло-сладко, солено-голько. И чтобы именно распознать вот эти мельчайшие подробности и нюансы, нам нужно задействовать носовые пазухи. Таким образом, пропуская при выдохе через ретро-зональное курение дым, мы активируем эпителий. Клетки эпителя посылают сигнал в мозг. И там уже мозг анализирует нашу информацию. Сравнивает ее с опытом из прошлого. И отсюда-то и рождаются порой вот такие странные ассоциации. Потому что это всего лишь ассоциации. Пахнет. Какой-то уловил я запах магнолий. Черт бы я узнал, как эта магнолия действительно пахнет. Но если у конкретного человека ассоциация именно с этим цветком, то, соответственно, он и представляет такую информацию. Это не значит, что мы тут просто сидим и придумываем, от балды несем, что попало, какую-то чушь. Но, тем не менее, именно наши носовые пазуки способны распознать и более детально уловить вот эту, например, в данном случае цветочность. Я ощущал некую ореховость. Но только благодаря ретро-хейлу я могу понять, что это действительно красивый, вкусный, замечательный жареный орех. Миндаль. И, безусловно, то есть, этому нужно так или иначе посвятить какое-то энное количество времени и не учиться. Ни в коем случае не заглатывать этот воздух. Ни в коем случае не набирать легкие. Это понятно, да, и дураку. Но, тем не менее, это поначалу не так все просто. Как я это делаю на автомате, но раньше была очень у меня такая простецкая техника. Три пых-пыха. И на четвертой я немножко как бы начинаю разжевывать дым в гортане. Делаю вот так. Активирую рецепторы. И потом приподнимаю чуть-чуть спинку языка вверх. Как бы выталкиваю, да, проталкиваю дым. И он попадает уже в носовые пазухи. И потом плавно выдыхаем. Здорово. Посмотрим, что будет у нас в окончании. Прошло 40 минут. И тискую почти до конца. За мной не водится. Сигарка не то, что приятно удивила. Она действительно оправдала мои ожидания. Пошло на пользу хранения и выдержка в юмидоре. Но, честно говоря, я бы не сказал, что поражает воображение. Для меня как-то стало немного предсказуемо. Не то, чтобы не ожидаю чего-то, какой-то многогранности или взрыва вкуса. Но как-то все слишком предсказуемо. Хотя, честно говоря, вот такая стабильная, прекрасная, послеобеденная или даже, может быть, послеланчевая сигара с чудесным, деликатным, приятным, дружелюбным, цветочным ароматом. После фусием сладковатым и медовым. Это ли не замечательная сигара на повседневку. Поэтому, считаю, что эксперты действительно в этом смысле правы. И начинающим обязательно рекомендовал бы ее попробовать. Так же, как и нашим прекрасным дамам. По крепости она набрала слегка крепости. Это три четкие, три из пяти в концовочке. Добавился немножко перец, а так все на том же уровне цветочно-ореховом, без каких-либо новых всплесков вкуса. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Куете только качественный табак, Амадарас. Адьос. Амадарас Амадарас Амадарас